Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. Студия Зарина Нурулина. Сегодня в выпуске. Расстояние теперь не проблема. В Альметьевске появился специальный автобус для перевозки детей в Кванториум. Успокойно ее увезут, привезут к дому, прям подвозят. От всего сердца. Альметьевский мухтасибат собирает продукты и одежду для нуждающихся. Мы всегда благодарны людям, которые привозят, приносят нам. Теплые вольеры и ковер из листьев. Как жители городского зоопарка готовятся к зиме? Рога отваливается, а к весне опять вырастает по-новому. Ездить на занятия в Кванториум на новом особенном автобусе будут особенные дети. Теперь посещение технопарка для них станет вдвойне приятным. В первый рейс с юными пассажирами отправилась и наша съемочная группа. Карине 12 лет. После аварии в 7-летнем возрасте она лишилась возможности ходить. Семья живет в Урсале и ездить на занятия в город для Карина непростое испытание. Но это в прошлом. Сегодня она первая, кто прокатился на новом автобусе. Теперь он будет регулярно отвозить ее в Кванториум и привозить обратно. Сейчас будет удобно, нам хорошо. Не отвлекаясь от работы, так сказать, можно спокойно ее увезут, привезут к дому, прям подвозят. Модернизированная модель автобуса «Мерседес» специально предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья. Внутри пять мест для колясок, механический подъемник, кондиционер, система ГЛОНАСС, система безопасности. При перевозке детям будут помогать профессиональные педагоги и психологи. Инвестором выступает в нашем проекте Шафархаш Тахрудинов, помощник президента по вопросам нефти и газа. Именно и по этому автобусу тоже. Он выделил деньги на приобретение этого автобуса, чему мы несказанно рады. Особенные дети, как их здесь называют, будут заниматься в детском технопарке шесть дней в неделю, с двух до трех часов. Сегодня их уже 16 человек. Учатся эти ребята наравне со всеми, в общей группе. Мы сделаем ставку именно на направление IT и робо, потому что у детей мы узнали очень хорошие навыки именно в этом направлении. Я думаю, что у нас здесь будут очень хорошие показатели. Напомним, что в Квантуре сейчас работают 10 направлений и 5 кружков. Большинство так или иначе связаны с инновационными технологиями. Для детей с ограниченными возможностями здоровья действует система льгот вплоть до бесплатного обучения. Елена Морданшина, Эдуард Прокопьев, Альберт Батюня, Альметьевск ТВ. 27 октября в 10 часов на площади памяти около военкомата состоится митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. Приглашаются все, кто так или иначе связан с этими трагическими событиями. Стали известны имена лауреатов литературной премии имени Сажиды Сулеймановой. Церемония проводится в 12-й раз. Премия присуждается выдающимся деятелям в области литературы. О том, кто стал лауреатами в этом году, расскажет Эдуард Прокопьев. «С добрым утром голос мой был в каждом доме слышен. Альметьевск, пусть к тебе придут богатство, радость, слава. Твой каждый день упорный труд дает такое право». Втихи Сажиды Сулеймановой не раз звучали в этот вечер. На сцене ожила и сама поэтесса. Артисты драмтеатра показали мини-спектакль с ее участием. Звучали воспоминания и теплые слова в адрес выдающейся жительницы нефтяной столицы. «Благодаря ей многие люди обрели свое творческое направление, свое призвание, нашли себя в ее произведении». Премия Сажиды Сулеймановой была учреждена компанией «Татнефть» и союзом писателей Татарстана в рамках деятельности Фонда духовного возрождения «Рухияд». География лауреатов премии расширяется с каждым годом. Это писатели и поэты из Татарстана, Удмуртии, Башкирии, Челябинской области и даже Турции. С 2006 года звание лауреата удостоилось 33 литератора. 32 писателя награждены по очурительной премии. Более 80 студентов стали стипендиатами премии. В этом году премию достойны Розина Мухаярова из Набережных Челнов, Казанский общественный деятель и писатель Галимзиан Гельманов, а также еще один представитель столицы республики – писатель Лев Кожевников. Получая награду, он рассказал, что в 2006 году премия была присуждена его жене Розе Кожевниковой, но получить ее она не смогла из-за проблем со здоровьем. «И вот теперь, 11 лет спустя, награда премия Сажиды Сальмановой нашла мужа». Еще несколько лауреатов получили поощрительные премии. Также на церемонии объявили стипендиатов этого года. Эдвард Прокопьев, Альмеческ ТВ. В селе Минибаево произошло чрезвычайное происшествие с участием транспорта. 25 октября в 10 часов 15 минут на территории Альмеческого цеха предприятия НКТ-сервис 55-летний водитель КАМАЗа перед выездом не проверил техническое состояние своей машины. В результате его неосмотрительности во время движения у левого колеса средней оси вылетели съемные бортовые кольца с замочным разрезанным кольцом, которое попало в пешехода. Пострадавшего доставили в медсанчасть. А снег все падает и падает. Несмотря на то, что холода каждый год наступает примерно в одно и то же время, для многих водителей они являются полной неожиданностью. Они до сих пор не переобули свои автомобили и сейчас стараются как можно скорее поменять летнюю резину на зимнюю. Чем может обернуться опоздание? Расскажем далее. Первый снег всегда вызывает на дорогах большие проблемы. Ездить на летней резине в холодную погоду опасно. Заморозки по ночам образуют тонкую корку льда на асфальте. При низкой температуре резина становится более жесткой и теряет сцепление с дорогой. В любой момент автомобиль может занести на повороте и он станет неуправляемым. В таких случаях сразу возрастает количество дорожно-транспортных происшествий. В основном это связано с тем, что водители тянут заменные колес на зимнюю резину, а также пока они привыкнут к новой дорожной обстановке, не снизят скорость, маневру вождения, не будут держать больше дистанции до фельди едущего автомобиля и не станут более аккуратнее на дороге. Специалисты предупреждают, в этот период водители должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожных и погодных условиях. Следует воздержаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу. В честь своего десятилетия телекомпания «Альметьевск ТВ» предложила нашим телезрителям попробовать себя в роли ведущих. Участникам такой промо-акции предстояло совсем без подготовки работать в кадре. В их распоряжении оказались микрофон, камеры, телесуфлер, а также настоящие новостные тексты о последних событиях, произошедших в Альметьевске. Что из этого получилось, расскажет Елена Морданшина. Не секрет, что тележурналисты не держат текста новостей в голове. Поможником в этом деле для них стал телесуфлер. Сегодня суфлер со мной, он в этом планшете. А предлагать побыть корреспондентами мы будем прохожим. Погода на улице прохладная, но известно, журналисты работают в любых условиях. Об экономике, происшествиях и других новостях рассказывали не журналисты, а телезрители. Не все получалось с первого раза. Надо пониже вызовы. Так? Давайте заново. Надо заново. Надо заново. Что? Я так быстро. Желающих испытать на себе, сложно ли приходится журналистам, было немало. Но попробовать удалось каждому. И с каждым мы сделали фото на память. Исполнение бюджета Альметьевского униципального района за 8 месяцев текущего года по собственным доходам составило 629 миллионов рублей. Напомним, что административная ответственность за неуплату в срок административного штрафа наступает на 71 день после вынесения постановления. То есть по истечении 60 дней добровольного срока оплаты и 10 дней срока обжалования. После этого выписывается штраф в двухкратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток. На днях в Альметьевском районе на Кучарипском кольце перевернулось пороскание, перевозившее поросят. Это случилось с ночью с 12 на 13 октября. По информации госавтоинспекции, водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и опрокинул грузовик на обочину встречного направления. В Альметьевске снова зацвели яблони. Фотографии цветущих деревьев нашу телекомпанию прислала одна из телезрительниц. Действительно, в 16 яблони во фруктовом саду на пляже снова выбросили цветы. Трудности в основном возникали с ударением в словах и сложными фразами. Но с каждым следующим дублем получается лучше, отметили участники акции. Некоторые даже признались, попробовать побыть телеведущим – это мечта детства. Понравилось? Понравилось? Да. Сложно, что интересно? Ну, чуть-чуть подработать надо над речью, наверное, потому что тяжело быстро это все выговаривать. А так, ну, был опыт съемки и брать, ну, интервью брал, как бы, но никогда не было по той стороне камеры. Интересно, конечно, но чуть-чуть волнительно, как бы, сбиваются тексты. Ну, в принципе, интересно, да. Промоакция продолжится, и вы тоже сможете познакомиться с ведущими, корреспондентами и операторами телекомпании. И даже с теми, кто все эти годы оставался за кадром. И, конечно, сможете рассказать о себе, сделать общее селфи и даже попробовать себя в роли тележурналиста. По информации газоптоэксплютации, что? Газоптоэксплютация. Газоптоэксплютация. Слишком быстро. Быстро? Да. Не-не-не, нормально, нормально. Миллионная тонна сверхнятка нефти добыта на Альф... Добыта, да? Не добыта. Да. Добыча, добыча, добыча. В планах увеличения добычи труб. Ну, ладно, добычи, все нефтянки говорят добыча. Елена Морданшина, Альберт Батюни, Эдуард Калинкин, Альметьевск ТВ. Благотворительная акция Альметьевского мухтусибата «Бесплатный хлеб» продолжается. Стартовала она в октябре прошлого года. Наша съемочная группа побывала в центральной мечети и убедилась, что желающих поделиться с нуждающимся хлебом, одеждой, обувью, игрушками и прочими необходимыми вещами меньше не стало. Нет денег – возьми. Хочешь помочь другим – положи. По таким лозунгам в магазине при Альметьевском мухтусибате проходит благотворительный сбор хлеба. Здесь установлена отдельная полка, на которой каждый желающий может оставить хлеб и другие продукты для нуждающихся. По словам продавца Гузырей Халиловой, люди оставляют не только хлебобулочные изделия, но и крупы, печенья, молочные продукты. «Все всегда у нас принимается. Мы всегда благодарны людям, которые привозят, приносят нам, потому что у всех дела много. Они еще, миша Аллах, приносят нам. Спасибо, огромное спасибо людям, что помогает». Акция проводится в помощь пенсионерам, ветеранам, инвалидам, малоимущим и многодетным семьям. Такая же цель и у акции по приему вещей. В центральной мечети выделена большая комната, куда можно принести одежду и обувь. Чаще всего несут мужские брюки, костюмы, детскую одежду, женские платья, юбки, теплые кофты, а также верхнюю одежду, куртки и пальто. «Приносят, обычно многое продаются в пятницу, в субботу, в воскресенье, но такие дни поступления всегда бывают». Принесенные вещи взвешивают, отбирают и сортируют. Как отметил Разиль Аюпов, вещей набралось много, их продолжают приносить. Но сейчас холодной осенью не хватает теплой детской одежды, так что все желающие подарить другому частичку душевного тепла, имеющего вполне материальные выражения, могут прийти в центральную мечеть города. Полина Сураева, Альберт, Батюня, Альметьевск, ТВ. Фазаны, соседы, любвеобильные кролики, стеснительный туман, гостеприимные гуси и дружелюбные рома и ромашка. Таких животных встретила наша съемочная группа в Альметьевском предзимнем зоопарке. Полина Сураева узнала у сотрудников, готовы ли животные к суровой зиме. Ответ на вопрос в следующем сюжете. Холода не боятся, но испугали съемочную группу. Увидев незнакомых людей на своей территории, косули замерли на месте. Единственный, кто рад был приветствовать гостей – глава семейства Юник. Сибирские косули зиме будут только рады, говорят смотрители зоопарка. Даже в непогоду порнокопытные лежат на снегу и не мерзнут. В вольере живет семья косуль. Папа Юник, мама Манька и их трое детей. Интересный феномен сейчас наблюдается у главы семейства. Несмотря на то, что на дворе глубокая осень, Юник все еще не сбросил рога. Скоро рога должен отвалиться. У него обычно к осени гон начинается. Вот рога отваливается, а к весне опять вырастает по-новому. Вот такое явление природы у них. В соседнем вольере расположились фазаны. Раньше там жили попугайчики, но на зиму их переселили в зимний сад Дворца культуры. Три пары фазанов прекрасно ладят друг с другом, отмечает Иларион Ким. Каждая из них живет в отдельной квартире, словно в малой семейке. В стеклянном вольере тепло. А кроме того, работники накрыли полы листьями, говорят, для уюта. В этом году мы решили оригинальную постилку так сделать, как в лесу. Шуршит, им нравится, они лягут как в лесу. В этом же вольере живет и маленькая сова. Со сломанным крылом ее принесли сюда альметьевцы. Работники зоопарка ее вылечили, но говорят, что летать сова больше не сможет. Обжила здесь, питается у нас, сердечко даем. Нет, нет, мы печень куриную даем. Пока нормально. Новшество этого года – небольшой контактный зоопарк. Теперь у горожан есть возможность покормить и погладить пушистых кроликов. Живут они в отдельной клетке. Две пары павлинов живут неподалеку. И им суровая зима не страшна. Вольер у птиц отапливается. В кормушках всегда есть еда. В таких же условиях живут и цесарки. Они одни из первых переселились в теплые вольеры. А их соседи дикобразы переселились в теплую комнату почти последними. Здесь у нас цесарки. Они самыми первыми на зимовку ушли, потому что сырости боятся. Чуть прохладно были, мы сразу сюда перекинули. И дикобразы наши здесь, самые последние пошли, перешли сюда. У следующего вольера нас встретили гостеприимные гуси. Встречать гостей поспешили куры и индюк-пенсионер. Он здесь самый старый, ему уже 8 лет. Это те птицы, которые не боятся холодов. Сколько здесь кур, и лыренки им точно не знают. Сложно сосчитать и ушастых. Кроликов здесь не считать, везде много, и там, и там бегают везде. Но главными в этом вольере остаются птицы покрупнее, страусы эму. В зоопарке они тоже старожила, здесь они более 7 лет. Скоро страусов не увидишь через тетку вольера. Через пару дней эму до самой весны поселятся в теплом домике. А вот кому зима не страшна, так это лошадям. В зоопарке проживают два пони и ослик. Туман, так зовут темногривого пони. Стеснительный туман к нам вышел лишь после долгих уговоров. Но по словам Илариона Кима, этот скромняга – парень с тяжелым характером. Причудами иногда спокойно, иногда он кидается, кусается, лезет. А сейчас, видишь, спокойный. Другого пони зовут Ромашка. Это девочка. Живет она по соседству с осликом Ромой. Пони и ослик вместе уже около года. Дружелюбные и любопытные больше всего любят морковку и сахар. Еду на зиму работники заготавливают заранее. В общем, к зиме в зоопарке готовы. Он пользуется большой популярностью не только летом. Посмотреть на животных. Родители с детьми приходят и осенью, и зимой. Ну вот каждый день, каждый день, вот внучка, внука, я прям прихожу. Очень хорошо, приятно ходить. Все есть. Нравится здесь, конечно, вон всякие птицы, как говорится. Ну, не часто ходим, но бывает. Приходим вот. С внучкой пришел. И смотрим, ходим. Ей интересно, конечно. Полина Сыраева, Альберт Батюня, Альметьевск ТВ. Еще ближе, еще проще. Подать и объявление для размещения в эфире Альметьевск ТВ, не выходя из дома, можно через онлайн-сервис телебегун.ру. Для этого достаточно кликнуть по баннеру на нашем сайте и заполнить простую форму. Поиск персонала, размещение рекламы или частное объявление. Теперь это доступно для каждого. Услугой можно воспользоваться по всей России. И в завершение выпуска прогноз погоды на 27 октября. В Альметьевском районе будет пасмурно. Возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью 5 градусов мороза. Днем минус 1. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. На этом у нас все. Эфир продолжит программа «Протокол». Если вы стали очевидцем чего-то важного и интересного, если у вас есть вопрос, предложение, жалоба или хорошее известие, то пишите нам по номеру 8 937 579 99 90 через приложение WhatsApp, Telegram и Viber. Отправляйте фото и видео. А я с вами прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин